Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт знаменитого польского супа, который называется флаки или флачки. Этот суп впервые я попробовал в 90-е годы, когда был в Польше. Заехали мы в Польшу, приземлились где-то в какой-то харчевне, играет ласковый май, и мы заказываем суп флачки. А порекомендовал мне его попробовать мой знакомый поляк, который с нами, кстати, и был в пути. И попробовав этот суп, он мне пришелся очень по вкусу. Казалось бы, маленькая забегаловка, но приготовлен был изумительно. Я сразу скажу, что те люди, которые не любят внутренности ни в каком виде, это видео я смотреть не рекомендую, потому что вы будете кривиться. Я считаю, что это просто неуважение к тому продукту, который в той или иной стране воспринимается совершенно по-другому. Поэтому большая просьба. Не нравится? Проходите мимо. Здесь речь не идет о том, что любите вы это или не любите, а в том, как я его приготовил. Если вам не понравилось мое исполнение, это совсем другое. Можете написать, вот это, вот это мне не нравится. А то, что если вы это не любите, то нет, я это не буду, это гадко, это мерзко. Вот если я не ем лук, то есть я его как того просто не люблю, я же не корчусь и не создаю какие-то гримасы. Просто он мне не нравится, я его не ем. А если какой-то человек приготовил с луком тот же самый гуляш, который он идет и приготовил его превосходно, хоть я его и не буду есть, я знаю, что это вкусно. Ну так вернемся к супчику. Суп этот готовится из рубца, с самого простого, обыкновенного человеческого говяжьего желудка. Скажу сразу, что такой суп желательно готовить в холодное время суток или вообще в холодное время. По какой причине? Причина очень простая. Мухи. Когда готовится рубец, мухи и некоторые осы от него просто пьянеют, поэтому лучше в холодное время года. Готовится рубец довольно долго. Три часа можете варить его смело. Я готовил его в скороварке и поэтому у меня ушло времени всего один час. Ну давайте уже приступим. Количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео. Чтобы сэкономить ваше и мое драгоценное время, я уже подготовился. Рубец я как таковой сварил. Добавил в бульон, в котором я его варил до шестого перца, буквально пять штук. Можжевеловых ягод из десяток, две гвоздички и два лавровых листа. Если вы будете варить просто в кастрюле, у вас на все про все займет примерно три часа, потому что он варится очень долго. И по первости запах будет стоять очень сильный. Да, еще одну важную специю я не указал. Это тмин. Тмин очень хорошо перебивает запах рубца. Чувствоваться вкус тмины не будет, так что не бойтесь. Можете смело его добавлять, если он у вас конечно есть. Помимо рубца я приготовил говяжий бульон. Я взял один килограмм говядины на кости и сварил его. Как готовится говяжий бульон, ссылку я вам оставлю. Там уже все специи, все пропорции даны. Кроме рубца я добавлю в суп сельдерей. Вы можете его натереть, можете порезать кубиком, соломкой, как вам угодно. И морковь. Также я добавлю имбирь, буквально чуть-чуть, 10 грамм. Это для пикантности. Вы можете добавить просто белый или черный перец, на ваше усмотрение. Понадобится чеснок. Ну а к остальным специям мы еще вернемся. Для начала в полтора литра говяжьего бульона я отправляю рубец и отправляю его на плиту. Он у меня может потихонечку уже подогреваться. Да, еще очень важный момент. Бульон, после того как вы сварили рубец, он уже ни на что не идет. Его выливайте и даже не заморачивайтесь. Рубец у меня готовится в говяжьем бульоне. То есть он уже готов, разогревается. Я добавил 30 грамм сливочного масла и добавил мелко порезанный лук. Его я отпассеровал. Он у меня уже прозрачный. Я добавляю две небольшие столовые ложки муки. Вот этой зажаркой я буду загущать бульон. Муку немного обжарю. Мука обжарилась. Я добавляю немного холодного бульона. А также можно добавить просто холодной воды. Добавлять нужно именно либо холодный бульон, либо холодную воду. Либо как вариант холодное белое вино. На ваше усмотрение. Это нужно для того, чтобы мука у нас не перешла в комочки. А добавленный именно холодный бульон это предотвращает. Ну и теперь, зная мое отношение к луку, я делаю следующее. Отпускаю сито в будущий суп и отправляю лук с мукой непосредственно в сито. Если вы не относитесь к той категории, которая не любит лук, вы его можете отправить сразу в суп. Для меня важно забрать в данном случае только муку с маслом и все. Дам буквально пять минуточек покипеть. Пять минут истекли. С лука я уже взял все, что можно было взять. Теперь я его просто напросто удаляю. Далее отправляю морковь и отправляю корень сельдерея. Мясо я отправлю сюда же. Оно мне уже мелко порезано. У меня просто бульон уже был хорошо посолен. И мясо с рубцом также. Поэтому соль я добавлять больше не буду. Достаточно. И теперь варю суп до полного приготовления овощей. А я в это время разберусь с имбирем и с чесноком. Я их просто напросто натру. Вы можете порезать на ваше усмотрение. Да, брать буду я от имбиря только ту часть, которая у меня осталась внутри терки. Она просто уже не волокнистая. А вот это я удаляю и выбрасываю. И натираю сюда же чеснок. Ну раз уж я уже добрался до терки, натру сюда сразу и мускатного ореха. Мускат добавляйте по вкусу, по вашему вкусу, но не переусердствуйте. И все это я отправляю в кастрюлю. Овощи у меня уже приготовились. И теперь я добавляю одну чайную ложечку с небольшой горкой копченой паприки и полторы столовых ложки майорана. Кто-то добавляет томатную пасту. Это их личное дело. Я добавлять в свой суп этого не буду. В некоторые рецепты добавляют также грибы. Во многих рецептов отсутствует сыр или сливки. Но они есть. Та версия, которую ел я и которая мне пришлась по душе, там был добавлен плавленый сыр. Пошерстив по ютубу, я такого рецепта не нашел. Но в свое время, когда мы вернулись с Польши у своего знакомого поляка Андреаса, я спросил про рецепт. Он мне принес интересную польскую поваренную книгу. Вот в ней как раз рецепт сыра и стоял. Сам сыр, он придает прекрасную бархатистость. Он как бы округляет вкус супа. Он становится вообще астрономическим. Поэтому я в свой суп добавлю плавленый сыр. Пробую на вкус. В моем случае нужно добавить только немного белого перца. Хотя нет, не надо добавить. Имбирь начал раскрываться. Этого достаточно. Дам супу закипеть и он у меня готов. Ну а так как я сегодня еще и не обедал, сразу сделаю и подачу. Суп уже почти готов, я его попробовал. И вот лично мне не хватило немного кислинки. Я добавлю буквально сок от половинки лимона. Ну все, красавец, красавец. Ах, красавец. Ну давайте я уже сделаю подачу. Ну что, красавчик, давай я тебя распределю по тарелочкам. Немного жидкости. Но если вы думаете, что мне этой порции будет достаточно, то вы ошибаетесь. Надам-ка я ее супруге. А себе сделаю нормальную мужскую порцию, польскую посуду с китайским орнаментом. Чтобы поесть, так поесть. Так себе немного пожиже со дна. Вот так будет хорошо. Красота! Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если не любите рубец, пожалуйста, не оценивайте это блюдо. Ну а если вам понравилось, как именно я приготовил это блюдо, буду очень рад маленькому комментарию. Да, я хочу сказать, что запаха вот именно в данный момент у супа совершенно нет. Чтобы вас это не пугало. Неприятный запах стоит только тогда, когда рубец отваривают отдельно. Просто со специями. Но после того, как он уже готов, запаха нет. Имейте в виду. А я на этом с вами прощаюсь. И желаю вам всего самого доброго. Помните, да? Маленький комментарий. Хорошо, плохо. Так себе пойдет. Можно было лучше. Напрягись, прогнись. Все, что в моих возможностях. Пока!